Ну, спасибо. Так, я хочу... Кирилл Александрович, вы со мной? Я хочу, чтобы вы показали одну фотографию замечательную. Я специально приготовила. Хочу поговорить с молодёжью. Я думаю, что им это покажут. Ну, пропагандисты же меня любят. Видите эти милые лица? Милые, светлые лица. Вот милые, прекрасные лица. Эту фотографию я взяла из открытых источников, поэтому ко мне никаких. Это телеграм-канал. Телеграм-канал компании Римкор. Да, вот такие вот ребятишки. Значит, надпись под этой фоточкой, чтобы вы... Я думаю, что вы видите. Ну, я на всякий случай. Проводим краткий итог. Первого дня блокчейн Лайв 2022. Дата публикации 21 марта 2022 года. Россия радостно и весело, сука, бомбит Украину. Посетили дискуссию о правовом регулировании криптовалют в России. Изучили стенды, обсудили перспективы сотрудничества с интересными компаниями. Пообщались с коллегами и холдерами токена LAMC. Да, сегодня будет насыщенно. В 20.30 стартует автор патии, где Лимкор выступает генеральным спонсором. Ждите крутых снимков с вечеринки. Крутые снимки с вечеринки в канал. Они, кстати, так и не выложили. Вот, возможно, многие были против светить свои лица с вечеринки. Но я не просто так показала вам этих детишек. Кстати, когда мне только прислали вот этот, да, их пост, вернее, не этот, другой, который я вам сейчас зачитаю, я почему-то подумала, дети какие-то. И, в общем-то, я вам скажу честно, оказалась права. Потому что... Это их телеграмм читают прям. Со дня на день случится наблюдательный совет в парке высоких технологий, пишут малыши. Мы ожидаем данное мероприятие уже два года. И всей командой очень болеем душой. И надеемся, что уважаемые члены наблюдательного совета, сотрудники парка высоких технологий, по достоинству оценят вложенные нами силы и труды в становление беспрепятственной работы банковской системы в Республике Беларусь с учетом санкционного давления со стороны Запада. Наша главная цель – полностью снять ограничения для совершения трансграничных платежей и сделать их дешевле, но при этом не нарушать целостность и важность банковской системы, в связи с чем мы будем выступать исключительно провайдерами криптоликвидности для банков в Республике Беларусь. Современный подход – увеличить прибыль банков и снизить комиссии для их клиентов. Наличие или отсутствие корреспондентских счетов больше не будет преградой. Как мило, правда? Наша команда выглядит молодо, еще как. Временами слишком смело, вообще, блин, страшно и амбициозно. Но тут не особо. Но только такая жизненная позиция позволяет создавать действительно полезные системы и продукты в сложные времена. В сложные времена у вас, да? Ребята, вы не знаете, что такое сложные времена. Именно такими решениями и славится белорусская силиконовая, блядь, долина. Надеемся на наш коллективный успех. А теперь, детишки, я ж не озаренок, правда. Я не буду плеваться ядом. Я вам расскажу про ваше будущее. Что вас ждет, если вы до такой степени, пардоните, долбоеба и панац-хладочники, ничему не научила. Ни опыт Чижа, ни опыт Арбузова, ну ничего. Для наших украинских зрителей я просто поясню, что Арбузов и Чиж – это такие серьезные ребятишки-олигархи, которых сначала, которым дали заработать, потом поимели и выкинули. Прям в хоккейной команде играли. Дружбаны были, не разлей вода. А они просто в ПВТ сидели, ручном, при Янчевском. Так вот, детишки, сначала вас погладят по голове, возможно, и даже наблюдательный совет скажет, ну какие молодые дарования, класс, как мы сейчас санкции начнем обходить. Данке Вальдемар, как в том анекдоте. Потом вам пришлют куратора, потому что скажут, что это ж банки, там, да, важно, всё, там, посадят специально обученного дядьку, ГБшника какого-нибудь. Под вас даже если что-то, нужно какой-то закончик подмахнуть, и скажут, молодцы, даже дадут заработать. Вы прям будете гордые, борзые, ходить по зыбе девок снимать. В этих, так сказать, может, даже какую машину купите, ну, которую по параллельному импорту прикатят. Ну, если русские до вас не заберут. Потом вам навяжут каких-нибудь своих сотрудников, которых будете обучать, потому что умеете сами. Потому что у Лукашенко, что у него не так много крутых специалистов, кто понимает. Ну, они, многие начинают работать на режим, мучатся, собственно, да, деньги не пахнут. Потом вам начнут диктовать такие правила, от которых вы охренеете, и вы начнёте сопротивляться, естественно. После чего половину из вас посадят. За что-нибудь. За уход от налогов, ещё за что-нибудь. Не важно. Вторая половина очень быстро сообразит, говорит, что спорить не надо. Перепишет всё на того, на кого скажут, и сядет работать на ЗП. Потом у вас отожмут всё, что есть, и выкинут на помойку. Если, конечно, вы доживёте до этого момента, ну, потому что я же не знаю, какой информацией к этому моменту вы будете обладать. Правда? Могут умычкануть. Или вон в новиночке отправить к этому, к новому министру здравоохранения, сделают из вас овощи. Ну, чтобы вы сильно языком не ляпали, ну, не убивать же вас. А потом скажут, божечки, молодое поколение не выдержало испытания баблом, спилось, скурилось, снюхалось, скололось, или что там ещё. Села на наркотики, и, соответственно, вот лечим, пытаемся спасти, вернуть в общество. Как-то так, господа. То, что белорусская пропаганда сходит с ума, я сначала хотела, я вам честно скажу, озверёночка вам показать, а потом решила, на сегодня хоррель. Хватит для нашей психики Лукашенко, понимаете? Боливар не выдержит двоих, и того, и другого, это даже для моей психики тяжело. Но что я вам хочу сказать? Чем истеричнее ведут себя пропагандисты, тем больше они понимают, что как бы ситуация у них безвыходная, они ничего не могут сделать, они не могут добиться результата. Я сейчас не говорю, что они чувствуют, что режим рухнет завтра. Нет, они понимают, что они ничего не могут. Вспомните, когда мы орём, когда мы кричим друг на друга, когда мы ничего не можем сделать. Кричим мы всегда от бессилия, от того, что мы понимаем, что мы не можем достучаться ни до собеседника, ни до вас. И так работает в пропаганде в том числе. Да, нужно быть убедительным, да, ораторское искусство и всё прочее, оно должно быть у человека, который хочет разговаривать с большим количеством людей. Меня этому учили в университете. А те, которые вот так визжат просто, это не ораторское искусство. Это, как говорил Жванецкий, не к нам, это в медпункт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!